МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Персональный акцент. Все большую роль в мире приобретают всевозможные интеграционные процессы, объединения и союзы, посредством которых страны реализуют свой потенциал. Не обошли ни стороной Молдовы. В 2014 году тогдашний премьер-министр Юрий Лянко подписал экономическое и политическое соглашение об ассоциации Молдовы с Евросоюзом. Страну в очередной раз, не спросив, поделили на тех, кто за и кто против сближения с Евросоюзом. Спустя более чем два года можно подвести определенные итоги, главной из которых послужило рождение президентской инициативы. Подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. По мнению президента Молдовы Игоря Дадона и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна, подписанный меморандум – это первый шаг к наложению сотрудничества между сторонами. И все же, что реально может принести нашей стране и нам с вами этот шаг? Поговорим с Еленой Гореловой, советником по экономике президента Республики Молдова. Здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, вы помните, как и все наши телезрители, я помню, что в преддверии вот этого момента, когда, точнее, вот такого, хотел пошутить на тему, знаете, такого букетно-конфетного периода намерений о браке с Евросоюзом, крутили многие телеканалы, крутили рекламный ролик о том, что может дать, вот, может дать нашей стране соглашение с Европейским союзом. Там, я помню, герой этого ролика говорил, Николай Степанович, а что означает это соглашение? И на что Николай Степанович, герой этого рекламного ролика, говорил, экспорт и он. Будем продавать нашу продукцию по хорошим ценам. Вырастут зарплаты, вырастут пенсии, будем получать больше налогов. Ну и, соответственно, коррупция уйдет в прошлое. Так было сказано. В общем, будем жить нормально. И что же в итоге? В итоге мы много раз с вами говорили в этой студии, что в итоге мы имеем падение экспорта, рост коррупции, нерастущие зарплаты и, соответственно, пенсия. Сегодня наша столица стала местом, ну, извиняю, таком местом проведения, местом проведения форума с участием стран, входящих в ЕАЭС. Ну, такое новое, абсолютно, ну, не абсолютно, но уже существует порядка двух лет, насколько я понимаю, интеграционное сообщество стран, желающих снова идти вперед с общим рынком, с новыми какими-то общими промышленными показателями, новое объединение. И в этой связи как раз возникает тот же вопрос, который адресовывает герой ролика, Николай Степанович, что это нам даст? Сразу хочу сказать, нового ролика с этим товарищем не будет и с другим товарищем тоже не будет. То, что мы не получили тех эффектов, которые ожидали от соглашения об ассоциации, это не вина Евросоюза и не вина самого соглашения. Скорее всего, это вина неумения нашего руководства использовать то, что можно было бы использовать. Хотя и в самом соглашении есть моменты, которые нужно менять для того, чтобы это приносило какое-то благо Республике Молдовы. Получилось так, что с 1 января 2015 года вступило в силу договор о создании Евразийского экономического союза. И наша страна оказалась между двумя очень крупными, скажем так, геоэкономическими объединениями стран. На западе у нас Европейский союз, крупнейшее объединение. И на востоке формируется, развивается Евразийский экономический союз. Теперь зададимся вопросом. В каких мы отношениям с этими двумя огромными рынками, огромными игроками? Получается, что в 2014 году Молдова подписывает глубокое соглашение с Европейским союзом. Основная часть, политическая часть есть, но основная часть – это экономическая. Это создание зоны свободной торговли. Это обязательства, которые мы взяли на себя перед Европейским союзом. Там внедрение более 400 регламентов, директив Европейского союза. Мы как бы меняем свое законодательство, свою нормативную базу под Европейский союз. Это затрагивает так называемые ГОСТы? Ну, ГОСТы практически не остались. Называются сейчас технические регламенты. И, естественно, мы очень много санитарных, фитосанитарные нормы, очень много правил, которые мы должны внедрить согласно этому соглашению. И там определены сроки, в которые мы все это должны внедрить. У нас как бы есть соглашение вот с этим крупнейшим образованием, Европейским союзом. В то же время в самом соглашении оно имеет бессрочный характер. И в самом соглашении нигде не написано, что, допустим, Молдова на каком-то этапе может рассматриваться как страна-кандидат или на каком-то этапе она может рассматриваться как страна-будущий член Европейского союза. У нас этого будущего нет. Это просто само соглашение говорит о том, что Молдова остается партнером, с которым устанавливается зона свободной торговли. В течение 10 лет полностью мы переходим на режим беспошлиной торговли. И Молдова берет на себя обязательства менять свое законодательство согласно законодательству Европейского союза. Вот что это представляет. Поэтому первый вывод. То есть мы для Европейского союза согласно этому соглашению об ассоциации являемся третьей стороной. Есть такое выражение в экономических договорах экономического характера, что мы третья сторона. То есть мы сторона, которая не является частью Европейского союза и не будет ею. То есть мы третья сторона. С нами, как с дальним соседом, с дальним родственником установили отношения по переписке, скажем так. Вот и все. Переписка ничего не обязывает. Не обязывает. У нас обязывает. У нас глубокое. Такое соглашение с тремя странами СНК были заключены Украина, мы и Грузия. Теперь, значит, мы здесь третья сторона и берем на себя вот такие обязательства, о которых я коротко рассказала. Серьезные обязательства. С другой стороны, как я сказала, с 1 января 2015 года вступил в силу договор о создании Евразийского экономического союза. И у меня возникает вопрос. У нас с ним какие отношения вот с этим новым образованием, где членами этого образования являются наши традиционные партнеры? И по советским временам, и по временам СНГ, которые существуют на сегодняшний день. Вот пять стран образовали этот союз, входят сейчас в этот союз. У нас с ним какие? У нас нет никакой договорной базы вот с этим новым образованием. То есть там ноль. Никакого соглашения, договора, меморандума, вообще ничего, никаких отношений. И по отношению к ним мы тоже третья сторона. Они заключили между собой договор о том, что они создают общий рынок. У них уже ликвидированы таможенные посты, то есть продукцию из Белоруссии, допустим, в Киргизию, Казахстан, вы провозите свободно, никаких таможен нет. Это общее таможенное пространство. Таможенные пошлины, они все взимают с третьих стран одинаковые. То есть у них общая таможенная политика, таможенное регулирование. Они создают общую нормативную базу, сертификация продукции, технические регламенты. Это все будет общее, как в Европейском Союзе. И вот мы оказываемся между двумя крупнейшими объединениями. С одной стороны, Европейский Союз 500 миллионов человек, с другой стороны, Евразийский экономический Союз 180 миллионов человек. Огромные рынки. С одними мы устанавливаем глубокие отношения, без перспективы вступления в этот союз. А с другими у нас ничего вообще нет. Абсолютно. Тут возникает вопрос, мы как дальше будем? Я хотела бы вот что еще отметить. Конечно, мне могут возразить, что у нас есть двусторонние соглашения со всеми странами Евразийского экономического союза. есть общий договор СНГ о зоне свободной торговли и так далее. Отвечаю. В Европейском Союзе, который сейчас включает 28 стран, у нас тоже есть отдельные соглашения с каждой страной. С Германией, Францией, с Чехией. Мы тоже сотрудничаем на двусторонней основе. Но нужно понимать, что вот эти большие образования, они начинают развиваться по собственным законам. Что Европейский Союз, есть внутренациональное законодательство, есть общее, наднациональное законодательство. Здесь получается то же самое. Есть двусторонние отношения, есть национальное законодательство в Киргизии, Казахстане, Армении, Белоруссии и Российской Федерации, но формируется общее законодательство, которое имеет большее значение, чем национальное. Уже национальное законодательство в сфере экономики и торговли, оно ориентирует на это. Мы как будем? Это с теоретической точки зрения. Теперь с практической точки зрения. Нам все знают, что мы экспортоориентированная страна, что мы без внешних рынков жить не можем, и без импорта тоже, поскольку у нас нет того, того и того, начиная с энергоресурсов. Как мы будем дальше? И вот в последние годы проявляется такая тенденция, нехорошая для нас, что у нас нестабильно развивается внешнеторговое отношение со странами Евразийского экономического союза. Объясню, почему. Любой такой союз, где есть экономическая составляющая, в Европейском союзе она есть, но плюс еще политическая, а здесь Евразийский экономический союз – чисто экономическая составляющая. Зачем создаются союзы такого рода? Это не просто зона свободной торговли, это союз экономический. Они создаются для того, чтобы эти страны развивали общий рынок, на котором действуют общие правила, о которых мы уже сказали, таможенный тариф, техническое регулирование, санитарные нормы, общая консолидированная промышленная политика, общая политика в сфере агропромышленного комплекса, общая политика в сфере субсидий. Развивается большой общий рынок, по общим правилам начинает складываться. И развиваются секторные рынки. Тоже на каждом секторном рынке, например, политика промышленных субсидий или политика аграрных субсидий, тоже складывается как бы единое. Для чего они это делают? Они делают это для того, чтобы ориентировать на развитие только внутреннего рынка. Для того, чтобы разумно этот внутренний рынок защищать от третьих стран, опять же таки, устанавливая там... То есть мы попадаем в категорию третьих стран? Да, мы третья страна по определению. По определению, потому что там есть экономический союз, а мы по отношению к ним третья страна, и у нас нет никакого соглашения, как мы будем с ними дальше жить. И в связи с этим, конечно, чисто по программатичным соображениям возникает необходимость заключения какого-то соглашения, чтобы мы с ними начинали сотрудничать, не с каждой страной в отдельности, а вот с этим новым образованием крупным и перспективным, которое, естественно, будет развиваться и защищать интересы всех этих пяти стран, и эта политика будет доминировать над политикой отдельных стран. Тем более, что я вначале сказала о том, что есть тенденции не очень хорошие, работы с этими странами в области торговли. Прошлый год, я вот выбрала статистику, у нас общий экспорт в Молдавске вообще на все рынки увеличился на 4%. Экспорт на все эти пять стран сократился. Сейчас зачитаю. Ну, Российская Федерация, понятно, после того, как были введены ограничения, начиная с 2013-2014 год на торговлю с Российской Федерацией, на наш экспорт, экспорт упал в 2016 году на 3%, потому что уже дно достигаем. В Беларуси экспорт 21% минус по сравнению с 2015 годом. Казахстан, катастрофическая цифра, 78% минус экспорт. Это большой и развивающийся рынок. Киргизия минус 6%, Армения минус 8%. Почему так происходит? И есть риск, я не говорю, что так будет, но есть риск, что так будет происходить, если у нас не будет налажено сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Они развивают приоритет развития внутренней торговли. Стран друг с другом. Именно поэтому снимаются все барьеры. Именно поэтому там нет таможенных постов, не надо проходить. То есть приоритет – это внутренняя торговля. А мы точно подобные в Евросоюзе существуют. Точно такое же. А мы третья сторона. И мы у нас еще, вот кроме тех практических вещей, о которых я сказала, существует еще очень малая осведомленность нашего бизнеса, предпринимателей, наших экспортеров, вообще населения о том, что это такое. Где-то кто-то как-то слышал, но понятия не имеет, что это такое растущее новое объединение. Как это работает, каковы цели. И поэтому здесь есть риски, что если не будут налажены контакты, мы для них будем вообще неинтересны. Потому что для них, я говорю, политика и в Евросоюзе экономическая, и в Евразийском экономическом союзе экономическая политика строится исходя из интересов не каждой страны в отдельности, а исходя из общих интересов стран, которые образуют этот союз. И мы можем попасть в ловушку. То есть мы остаемся третьей стороной, все более и более отдаляющейся от наших традиционных партнеров. Армения, Казахстан, Белоруссия, Россия и так далее. Я понимаю, что инициатива Игоря Дадона подписать такой меморандум с ЕС, это, во-первых, и результат ошибок коалиционной власти, которая привела к необходимости, на их взгляд, подписания соглашения с ЕС. Но и меморандум с Евразийским экономическим содружеством, это же не радикальный разворот с Запада на Восток. Это ведь в рамках форума говорили о том, что этот документ никого ни к чему не обязывает. Это документ, который можно или нужно рассматривать как возможность посмотреть, чем мы, или чем мы можем быть интересны Евразийскому экономическому сообществу, чем Евразийское экономическое сообщество может быть интересно нам. А на полях форума уже определилась такая взаимозаинтересованность? На полях форума нам очень подробно осветили, особенно во второй части, как работает Евразийская экономическая комиссия, как складывается общая политика, по каким направлениям, какие преимущества уже извлекают страны, которые стали членами Евразийского экономического союза. В первую очередь это в области торговли, это рынок огромный складывается. Во вторую очередь это трудовая миграция, потому что решаются проблемы просто автоматически, не нужно мигрантам получать разрешение, они выходят из этого поля разрешительно. И другие. Об этом был разговор, и он продолжится. Но Молдова не подает сейчас никакой заявки стать членом Евразийского экономического союза. Наша самая главная цель сейчас, чтобы был баланс отношений с Европейским союзом, с которым мы связаны глубоким соглашением об ассоциации, и баланс отношений с другой стороны Молдовы с Евразийским экономическим союзом, с нашими традиционными партнерами торговыми, и не только торговыми. Вот в этом смысл. Что такое меморандум? Очень много, ну как вам сказать, спекуляций вокруг меморандума. Меморандум, там есть одна статья, об этом говорили, что он не является международным договором, и поэтому страны, которые, вернее, Евразийская комиссия, которая его подписала, и Республика Молдова, они не обязаны что-то выполнять. Это добрая воля и намерение двух сторон просто сотрудничать, информировать, проводить консультации, чтобы Молдова была в курсе, что там делается из первых рук, да? Какие у нас, у них там будут переходы, связанные с внедрением технических регламентов, нам нужно попадать на тот рынок и соответствовать, продукция должна, какие там изменения могут быть в области таможенного регулирования, мы пересекаем их границу общую, у них общая таможенная граница, и так далее. То есть мы должны быть в курсе, в курсе, и иметь эту информацию из первых рук. Она нужна в первую очередь нашим предпринимателям, нашим экспортерам. То есть нашей экономике эта информация нужна, живая такая. Никаких обязательств, как я сказала, не берет ни Евразийская комиссия, ни страны Евразийского экономического союза, никаких обязательств не берет Молдова. Просто этот документ, он позволяет сотрудничать в различных формах друг с другом. И еще одно, это поддерживает доверие к Республике Молдова у наших восточных соседей. И раз Молдова делает такой шаг, и она сама инициировала заключение подобного меморандума, значит, мы ей интересны, а почему бы нам не была интересна Молдова? Потому что вот я часто разговариваю с деловым сообществом, с Востока, когда они обращаются, они как-то считают, и не только, и с чиновниками некоторыми, они считают, что раз мы подписали такое глубокое соглашение, и то Молдова сама выбрала свой путь, мы же об этом каждый, ну, постоянно говорим, по крайней мере, руководство в лице премьер-министра и спикера парламента об этом постоянно говорят, чуть ли не каждый день, наш путь в Европу, европейская интеграция, и все. И естественно, люди, бизнес, чиновники из восточных стран, тем более те, которые входят в это объединение, Евразийский экономический союз, у них кладется впечатление, что они никому не нужны здесь в Молдове, понимаете, Молдова идет своим путем, и мы все больше и больше как бы вот начинаем отделяться. Но я напомню, что мы открытая экономика, экспортоориентированная, зависимая от очень многих позиций импорта, и поэтому мы должны, ну, скажем так, сотрудничать не только с Западом, но и с Востоком. Ну, вот весь багаж накопленной информации по взаимодействию с Евросоюзом и по тому, что может принести нам сотрудничество с ЕАЭС. Ведь рано или поздно поставят вопрос о том, а что дальше? Ведь понятно, что наши сегодняшние экспортеры крайне нуждаются в новых рынках, потому что западный рынок не оказался манной небесной. Мало того, что надо привести в порядок регламенты, тут еще и нужно на этом рынке побороться за себя. Просто сказать, что, знаете, мы подписали соглашение, освободите полки, здесь будет наш товар, может быть только, знаете, наивный, мечтать об этом. Непонятно, что всплеска не произошло. И есть еще такая историческая память того, как миллионы бутылок вина продавались, не вообще молдавского вина, а только с одного винзавода. А у нас таковых, знаете, уже больше двух десятков. я уже не говорю о консервной промышленности, о том, что прямо с полей продавалось. И эта историческая память, мне кажется, еще давлеет в мышлении бизнесменов и граждан Молдовы. Чем вот этот меморандум может помочь нашим производителям? Ведь понятно, что будем получать информацию, будем знать, как формируется законодательство стран, входящих евразийских. Правила, которые действуют на этом большом рынке. Но ведь рано или поздно встанет вопрос, а мы хотим этим воспользоваться? Вот как тогда быть? Я отвечу очень просто. Значит, подобные меморандумы, чтобы не было спекуляции, особенно в прессе, подобные меморандумы с Евразийской экономической комиссии заключил Китай, Южная Корея, Сингапур, Министерство сельского хозяйства Венгрии, это уже вообще страна Европейского Союза. Отдельно министерство заключило? Да. Это важным вопросом, потому что в Венгрии имеют там большие интересы на этом рынке, не только Российская Федерация, иначе мы с Российской Федерацией работали, но они заключились с Евразийской экономической комиссией, чтобы знать, какие правила на этом рынке будут доминировать, действовать, вернее. Чили, Перу, Монголия, очень много стран. Поэтому, когда вот ко мне иногда подходит пресса, что это такое и так далее, я вообще не понимаю вопроса. Мы не исключение. Мы продолжение очень большого списка стран, которые заключили, и которые сами инициировали подобные меморандумы, которые якобы ни к чему не обязывают, но позволяют им обращаться в Евразийскую комиссию, создавать рабочие группы. Если какая-то проблема, например, торговые барьеры обнаружились между этими странами, чтобы как-то ставить вопрос и решать. Механизм решения. Механизм, конечно, у нас будет образован во всех этих меморандумах и с Китаем, и с Монголией, и с Сингапуром, и с Южной Кореей, не самые последние страны в этом мире в экономическом отношении. Заключены, как я сказала, подобные соглашения. И механизм работает такой. Создается совместная рабочая группа, и она сама определяет области, в которых она должна работать. То есть проводятся консультации, группа вырабатывает какие-то предложения, реагирует на какие-то, ну, скажем так, несоответствия интересов сторон, или какие-то барьеры, допустим, в торговле. Для нас это сейчас очень актуально, особенно в связи с Россией, но такие барьеры у нас уже возникают. Пока очень мало проявлений, но уже возникают торговли с Беларусью. С поставкой некоторых наших товаров в Беларусь уже есть сигналы. Они есть. И связаны с техническими регламентами, кстати. Вот. И поэтому это позволяет говорить друг с другом, слышать друг друга, предлагать друг другу решения. И если, допустим, мы можем договариваться очень долго и ни к чему не прийти, а тут мы напрямую договариваемся, поднимаем проблему, мы увидим позицию с другой стороны, и мы можем предлагать одно, второе, третье решение, как-то выбирать и договариваться. Если такого имярана исключить. И вот Евразийский экономический союз развивается, у них все больше внедряется собственное законодательство, которое регулирует торговлю и экономику, да, а мы в стране, совсем. Вот третья сторона, с нами никаких отношений. И как мы будем действовать? Да, может наш министр экономики поехать в Беларусь. В Беларуси и в Минске ему скажут, у нас вот такое действует соглашение, допустим, регламент или так далее, какой-то нормативный акт, который разработан на национальном уровне, у нас действует в Евразийском экономическом союзе, ничем помочь не могу. Ну, министр возвращается обратно, развивает рука. Точно так же он поедет в Астану с тем же вопросом. Его точно так же отправят в Евразийскую экономическую комиссию. Понимаете? Значит, нам нужно какое-то соглашение, чтобы мы, по крайней мере, могли проводить консультации, решать какие-то вопросы и знать, что там готовится следующее, чтобы не терять вот этот рынок. Ну, есть ли такую перспективу просчитать взаимоотношения или развитие взаимоотношений наших экспортеров с учетом тех перспектив, которые открывают рынок стран Евро и ЕАЭС. Не закрывают, скажем так. не закрывают. Вот это нам снимает риски закрытия рынка. Закрытия рынка. То есть, возникает, ну, будем говорить, так сказать, ну, такая гипотетическая беседа скептиков и оптимистов. Ну, скептик будет говорить, ну, какие перспективы есть у этого нового экономического содружества. Ведь, смотрите, объединили страны, которых, ну, сегодня является общим таким родимым пятном. Это то, что случилось с ними в постсоветское время. Падение экономики, слабая, будем говорить, политическая система, слабая развитость политической системы, потом очень низкий уровень ВВП на душу населения. То есть, это очень, будем говорить, слабые рынки, и плюс еще и промышленность, которая была разрушена в эти постсоветские девяностые, когда все приватизировалось прямо на руинах. и вот что можно было бы возразить этим скептикам, вот вам, как экономистам? Самое простое, это ждать два-три года, когда нас на том рынке вообще не будет. Если мы не будем следить, что там делается, какие правила там начинают действовать. Если нас устраивает, допустим, только рынок Европейского Союза, или, допустим, многие наши предприниматели, экспортеры, они ориентируются на страны Африки, вот на юго-восточные регионы мира, ну тогда нет проблем. Ну и проблем это есть. Мы не самая развитая страна из бывших советских. Из них это Казахстан, Россия и Белоруссия. Те, которые уже много лет, как превзошли уровень развития 90-го года, когда распадался Советский Союз, то есть они уже поднялись над этой планкой, идут вперед, мы нет, к сожалению, большому. Мы еще не подошли к уровню 89-го года, 90-го года. Поэтому рассуждать с таких позиций, что мы такие крутые в экономическом плане, нам вот это не надо, наследие, мы будем только ориентироваться там, допустим, на рынок Китая, или на рынок Египта, или на рынок Европейского Союза, это значит, что мысль движется в том направлении, что наши желания не соответствуют с нашими возможностями, когда желания не соответствуют с возможностями, в экономике это всегда крах. Никто сейчас не призывает, и президент к этому не призывает куда-то вступать, и никто нас пока еще нигде не ждет. как я сказала, соглашение об ассоциации нам не открывает дорогу к кандидатству и последующему членству, и в Российском экономическом союзе нам тоже никто не предлагает вступить в это сообщество. Нужно исходить из своих личных интересов нашей страны, понимая, что страна очень плохо экономически развита, и что нам нужно сейчас просто остаться на тех рынках, остаться на тех рынках, на которых нас знают, с которыми у нас налажены связи уже десятилетиями, если не столетиями, и где мы можем удержать свои позиции. Вот какая задача не потерять, сегодня не потерять. Дальше я думаю, что сотрудничество со странами Евразийско-экономического союза может быть более таким глубоким. Там допустим предусматриваются такие механизмы для предпринимателей особенно удобные, есть Евразийский деловой совет. Мы вполне можем участвовать в работе этого Евразийского делового совета, бизнес может на различных площадках общаться. А полномочия это совета? согласительные деловые оборудования? Это консультации, это обмен бизнеса информацией, это бизнес-контакты, бизнес-визиты, это рекомендации допустим тому же Евразийской комиссии, которая является регулирующим исполнительным органом и так далее. То есть здесь пожалуйста, здесь никто не запрещает тоже маддавским предпринимателям на каких-то условиях работать в этом деловом совете и быть в курсе того. Я говорю, нельзя терять рынок, рынок потерять очень легко. И все это знают, это такая прописная истина, но потом восстановиться на этом рынке или попасть снова, когда уже там другие конкуренты более сильные, это очень тяжело. А дальше посмотрим. Ну вот еще такой вопрос от скептика. Какова на ваш взгляд существует ли вообще у ЕАЭС единая стратегия развития? Я понимаю, что сегодня слово политика исключается из разговора об этом экономическом сообществе, но тем не менее помятуя о том, что политика это продолжение экономики, то здесь наверное есть какой-то стратегический замысел. На ваш взгляд он присутствует? Давайте так, любое подобное образование, первое, что утверждается, когда оно образовывается, стратегия, я уже об этом говорила, это развитие внутреннего рынка, общий, он становится общим рынком, разумная защита, то есть разумный протестационизм этого общего рынка от третьих стран. И далее уже каждый, ну как сказать, не выбирает, а определяет, куда он будет двигаться. Но если говорить о Евразийском экономическом союзе, то он, скажем так, он сейчас в стадии только своего уже не формирования, а такого становления, скажем так, твердого становления, потому что с 1 января 2015 года прошло не так уж много времени. Евросоюз скадывался десятилетиями, тот, который мы сегодня имеем. о чем там говорится? Там говорится, я имею в виду стратегические такие вещи, это формирование общего рынка агропродовольственной продукции. Нам, конечно, это было бы очень интересно. Этот рынок, во-первых, мы бы четко понимали свою нишу на этом большом 180-миллионном рынке, свое место, свои перспективы, и наши производители-экспортеры чувствовали бы себя более уверенно. Если мы заняли какую-то нишу производства, грубо говоря, на сегодняшний день наша экономика измеряется черешней, вином и некоторыми другими продовольствиями, по крайней мере, мы бы знали, что наше место, наши ниши там всегда будут. Интересы Молдовы таможенными, пошлинами по этой продукции будут обеспечены. Таможенными пошлинами я имею в виду от третьих стран. Сейчас активно на этом рынке проводится политика импортозамещения, и не только потому, что случилась такая грустная история санкционной борьбы между Российской Федерацией и Европейским Союзом. К этому пришли и Казахстан, и другие, что нужно производить свое. Здесь мы тоже могли, потому что если Молдова там, то Молдова свое означает и молдавское. На этом общем рынке свое это белорусское, армянское, киргизское, казахское, российское. исторически сложилось. Нет, они пять образовали, это их общий рынок. И там не только Российская Федерация это мое, а это наше общее. И мы уже планируем, даем какие-то сигналы производителям, где мы вас защитим от ненужных сегодня конкурентов. То есть рассматриваете и этот момент как свое. Конечно, конечно. Допустим, Казахстану невыгодно допустим возить чего-то из-за рубежа. Он хочет производить свое, у него есть потенциал. Таможенная пошлина на высоту продукции допустим продлевается или не уменьшается какое-то количество лет. И рынок защищен. И все в пятеро защищают Казахстан, потом Казахстан встал на ноги. Это условный пример. По этой продукции он обеспечивает другие странами этой продукции, которая является общей продукцией этого рынка. Понимаете, как он функционирует? И дальше речь идет уже в ближайшие годы. Это общий рынок электрической энергии. Для Молдовы это было бы очень интересно в связи. Понятно, какими... С многозависимостью такой очень тотальной. По каким причинам? Как я говорила, в области трудовой миграции и защиты прав работников-мигранты там продвижение очень большое. То есть работники, которые... У киргизов та же самая проблема с огромной трудовой миграцией, мигранты устремлены на российский рынок. Когда Киргизия присоединилась, эта проблема просто автоматически решилась. потому что никто не нарушает их прав, людям не нужно как нам регистрироваться на 90 дней разрешения и так далее. То есть нет нарушений миграционного законодательства? Нет нарушений, нет не только, но другие совершенно условия. Не нужны разрешения на работу и так далее. Очень много справок и бумаг, которые требуются для того, чтобы получить... Жизнь мигрантов. Конечно, общий рынок. И так далее. Могу продолжить, но я думаю... Все равно возникает такой вопрос. Смотрите, после 91-го года каждая экономика тех стран, которые сегодня образовали Евразийский экономический союз, они развивались по каким-то своим сугубо национальным условиям. Казахстан, с учетом того, что в советское время это была такая советская житница, Белоруссия, опять же, там развивалась перерабатывающая промышленность, машиностроение. Российская федерация. И вот насколько учитывались интересы сформировавшихся национальных экономик? Ведь в данном случае либо переформатирование, либо наоборот вписывание в какой-то общий план. Простой вопрос. Значит, в первую очередь у них был создан таможенный союз. Что это такое? И сейчас он тоже есть внутри Евразийского экономического союза. Это был первый и очень серьезный шаг. Это означает, что страны, которые образуют таможенный союз, сейчас уже экономический союз, это высшая ступень после таможенного союза, они договаривались о чем? Какие мы таможенные пошлины установим против третьих стран? И там учитывались уже интересы каждой страны. Какую продукцию нужно защитить в Российской Федерации высокими пошлинами? Может быть, это невыгодно белорусам, они хотят везти, допустим, я не знаю, из Германии или откуда-то. Давайте искать компромисс. На какое время мы эту пошлину установим? И так по каждой товарной, а их тысячи этих товарных позиций. Это была огромная, тяжелейшая работа для того, чтобы сформировать такие условия торговли с третьими странами, которые не входят в это объединение, чтобы все, которые входят, они были разумно защищены. Именно разумно защищены вот этими торговыми пошлинами. Много проблем было. С учетом всех национальных особенностей экономики. Киргизия последняя присоединилась. Очень большие проблемы были у Киргизии, потому что Киргизия, член ВТО, и когда Киргизия вступила в Всемирную торговую организацию, они очень сильно снизили таможенные пошлины по сравнению с тем, что было. И у них таможенные пошлины ниже, чем в действующих таможенном тарифе Евразийского экономического союза. Им дали возможность какие-то сроки на каждую таможенную позицию, чтобы сравнять эти таможенные пошлины с общими пошлинами Евразийского экономического союза. И для того, чтобы вступить в конфликт в рамках ВТО. Конечно, со своими партнерами и в рамках обязательств ВТО. Это были тяжелые переговоры, но все удалось. То есть Киргизия стала членом Евразийского экономического союза. Действует еще такой механизм, но это в общем-то он и в Европейском союзе действует, даже в больших скажем так масштабах, потому что Европейский союз намного богаче. Ну, более длинная история формирования этого объединения. Когда страны с не очень развитой экономикой присоединяются, как, допустим, Киргизия, Армения, им помогают. Создается фонд, в который направляются средства из того же Евразийского банка развития. Есть такой банк развития. Он одновременно, как я говорю, в двух лицах. И МВФ в рамках Евразийского экономического союза, и Мировой банк, который выделяет средства на инфраструктурные проекты, на развитие того же агропромышленного комплекса, на дороги, на промышленность, на строительство энергетических объектов и так далее. И выделяются средства. Мы привычно критикуем обычные МВФ. Нет, это я говорю, там по-другому, я могу рассказать более подробно, как там действует вся эта система. То есть, в Европейском Союзе, если вы помните эти волны вступлений новых членов, тогда, то им тоже очень помогают и помогают до сих пор. младоевропейцам выделяются средства на ту же Польшу, на страны Прибалтики, Болгария, Румыния. Они получают средства больше, больше до сих пор из общих фондах Европейского Союза для того, чтобы подтянуть. У них там действует политика солидарности, так называемая, которая направлена на то, чтобы ликвидировать большие неравенства в экономическом развитии разных стран. Это все знают, и мы об этом знаем. Точно так же действует и в Российском экономическом Союзе такая же политика помочь странам, которые вновь намерены вступить в это, чтобы решить, скажем таки, наиболее рисковые, наиболее острые проблемы. И действует точно такой же механизм. Конечно, не так много денег на это выделяется, хотя, ну, как сказать, если сотни миллионов долларов, это тоже немаленькие деньги для маленьких стран. так что я хочу сказать о том, что подобные объединения интеграционные, это высокая степень интеграции, когда экономический союз уже страны создают, то они двигаются, в общем-то, помогают друг другу, защищают общие экономические интересы относительно всех остальных стран, которые не входят в это объединение, помогают финансово и помогают экономически друг другу. Но понимаем разницу между даже вот между евразийским экономическим сообществом и Евросоюзом, хотя бы даже уже по времени, так сказать, возникновения. Вот, у европейцев история это десятилетие, здесь же всего каких-то пару лет, два, и с хвостиком. С маленьким зависимым. Я это все понимаю, но вот смотрите, к чему пришло европейское сообщество. Уже сегодня говорится о том, что формируем Европу разных скоростей. То есть, есть лидеры, чей ВВП растет с одной скоростью, и есть аутсайдеры, которые никак не могут, даже при той экономической помощи, согласно политике солидарности, выбиться из исторических и текущих долгов. И, видимо, там у них назрело. Не случится ли здесь такая разбалансированность? Потому что, смотрите, втягиваю, вступают в совершенно разные по экономическому развитию государства. Ведь сложно, наверное, конкурировать или соперничать с Российской Федерацией, той же Киргизии. Сложно, ну, даже Казахстану при той, так сказать, экономике, которая существует в этой стране, и при том экономическом потенциале, который сохранила Беларусь, тоже сложно конкурировать. И вот опасения рождения ЕАЭС разных скоростей. Возможно ли? Или это просто слишком далеко забегаем вперед в этом сценарии развития? Появился новый объект для разговоров. Это очень хорошо, что у нас вообще стали говорить о Евразийском экономическом союзе, даже не в том ключе, что мы там будем, а просто знать, что у нас на Востоке совсем-совсем близко происходит. Значит, Европейский союз, проблемы, о которых вы сказали, и появление этой теории европарасных скоростей, с чем было связано. Это многие понимают, не только экономисты, люди, интересующиеся политикой, смотрящие новости. Здесь никакого открытия не сделаю. Значит, то, что Европейский союз формировался, и у него действуют правила, когда не очень учитываются национальные интересы. Голосование такое в Еврокомиссии, в других органах, что каждая страна, чем выше ее вес по численности и другим параметрам, тем больше ценится ее голос, грубо говоря. И поэтому часто интересы стран, многих стран, они не учитываются при выработке общих решений Европейского союза. Учитывая вот эту практику, когда формировался Евразийский экономический союз, это было положение исключено. То есть, там все решения принимаются исключительно консенсусом. Если одна страна не согласна, у каждой страны равный голос, если одна страна не согласна, решение не принимается, оно возвращается обратно от подготовленного решения и ищется, как можно его улучшить, исходя из интересов этой страны. Конечно, они, ну как вам сказать, не потому, что вот они знали наперед, что так должно быть, просто учитывался и позитивный опыт Европейского союза, и негативный опыт Европейского союза. И вот это правило, что интересы наднациональные, которые являются выше, чем интересы национальные, в этих системах, когда сформируется экономический союз, чтобы они не вредили экономике никакой страны, ни Киргизии, ни Армении, ни Белоруссии. Совершенно другой принцип. Совершенно другой принцип действует. Поэтому то, о чем вы меня спросили, оно по уставу уже образования этой организации, оно исключено, что они, допустим, поступят относительно Белоруссии каких-то там ее товаров экспортных или импортных, наоборот, то, что они импортируют так, что это будет вредно Белоруссии, проголосуют или, допустим, объявят, я не знаю, что там еще, или примут такие таможенные пошлины, там идет постепенное снижение таможенных пошлины, это их долгосрочная такая политика, что они, с одной стороны, политика такая, набирая мощь, и по мере набирания экономической мощи мы снижаем пошлины относительно торговли с другими странами. Но сначала нужно накачать мышцы. Но это идет постепенно, медленно и очень продуманно. Чтобы не задавили конкуренты. Да, конечно. А зачем создавать общий рынок? Для этого он не состоит. Ну вот тогда я уже под занавес еще доработаю таким въедливым критиком этой идеей, так сказать, цепляясь за вами сейчас сказанное. Не кажется ли, ну я думаю, что может быть даже очевидным такой вопрос, не кажется ли вам, что в данном случае вот это объединение, оно завязано на рыночных поглощательских способностях Российской Федерации. Посмотрите, рынок наш бескрайний, вот давайте мы к нам поближе объединяемся и используя нашу всеядность российскую, таким образом мы и начнем создавать общий интеграционный проект, который будет, ну не знаю, в всяком случае, взаимообогащать, либо может быть взаимно интересен всем странам. Давайте так, чисто субъективно, Россия действительно огромный рынок. Чего в России нет? Каких ископаемых? Что России нужно от белорусов, киргизов, армян и так далее? Ну, трудно сказать. экономика самодостаточная, вот есть в экономике показатели самодостаточности экономики. Россия очень самодостаточная экономика. Она может даже закрыться, ни с кем не торговать, и я не говорю, что там будет бурное развитие, но не пропадет. В отличие от советских, то есть, период советских времен показал, когда, в общем-то, понятно, что советская экономика была закрыта. Но закрыта она была по другой причине, там политические больше причины. То есть, я говорю объективно, российская экономика, она самодостаточная с точки зрения экономической, ей не нужно там чего-то вести и так далее. Поэтому здесь говорить о том, что Евразийский экономический союз был сформирован, потому что России чего-то не хватало, и ей нужны были все эти, нет. То, что в любом экономическом объединении, второе, есть лидер экономический центр, никто с этим не спорит. В Европейском Союзе, вот спросите любого, кто там лидер Германии. Германия. Германия лидер, но объективно. Так и в этом объединении лидер помощи, да, по, допустим, то, что в России есть вся таблица Менделеев, леса, выходы, моря и так далее, география между Европой, Западной, Восточной и Азией, но это понятно, она мощная, по численности расселения она тоже самая большая. Точно такое же положение Германии, и чей голос, чему голосу там прислушивается тоже Германия. То есть не нужно быть наивными детьми и говорить о том, что вот создается какое-то объединение западное или восточное, и все там абсолютно, скажем так, партнеры, партнеры, да, но все одинаково, как вам сказать, находятся в одной весовой категории, нет. Когда создаются объединения, все находятся в разных весовых категориях, но цель любого объединения и Европейского Союза, и Российской Федерации, чтобы средний уровень развития этих стран, он был очень похож друг на друга, чтобы не было больших различий между этими странами. И они поэтому и помогают. Мы что, не видим, что Европейский Союз очень сильно помогает тем, кто на последних волнах расширения Европейского Союза ступел. Конечно, есть, никто об этом не скрывает, никто не говорит, что это плохо. Это хорошо. Сильные помогают слабому, для того, чтобы подтянуть. А зачем? Чисто экономически, зачем подтягивать? Потому что, когда слабый становится более сильным, рынок его активизируется и он становится более емким. Тоже правило действует и на рынке Евросийского экономического союза. Подтяги о Киргизе, Армении. Я думаю, это будет происходить достаточно быстро. Эти рынки становятся более емкими и, естественно, они более привлекательны для тех же предпринимателей, экспортеров из той же Белоруссии, Казахстана и так далее. Я думаю, что многие предприниматели, те, кто занят экспортом продукции, слушая нас, наверное, даже начали испытывать какое-то сожаление. Вот бы нас кто-то подтянул для того, чтобы ускорить развитие. Все зависит от нас. Мы сначала сами должны себя вытащить из того болота, в котором оказались. Экономического, конечно. Елена, спасибо за такой курс современной политэкономии, которая, в общем-то, основана на том событии, которое прошло в нашей столице, когда страны и евразийское экономическое сообщество побывали, представители этих стран побывали в Молдавской столице, и было подписано такое соглашение, которое, возможно, может стать для нашего экспорта, если не ознакомительной такой площадкой, но, возможно, дверцей в более успешном экономическом будущем, что хотим пожелать, потому что без экономики, в общем-то, наверное, существовать в стране невозможно, и я надеюсь, что, как бы ни старались власти убить молдавскую экономику, она не сдается, и она ищет выходы, и будем надеяться, что его найдет. Спасибо вам за этот разговор. Мы обязательно продолжим эту тему в ближайших эфирах и будем с удовольствием ждать вас в нашей студии. Спасибо вам за приглашение. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был советник по экономическим вопросам президента Республики Молдова Елена Горелова. Следите за эфиром, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова